У памятника собрались десятки сочинцев, среди которых были и те, кто в годы войны были детьми, но хорошо помнят, какой была жизнь города и как он помогал фронту. К собравшимся обратился глава Сочи Алексей Копайгородский. Вместе с сочинскими хирургами, проводившими уникальные операции на жизнь тяжело раненых солдат, матросов и офицеров, боролись и простые сочинцы. Днями и ночами они ухаживали за нашими героями. За свой бессмертный подвиг город-госпиталь был награжден орденом Отечественной войны первой степени. 111 госпиталей работали в Сочи. Первый эшелон с ранеными бойцами прибыл 5 августа 1941 года. За годы войны было поставлено на ноги около 400 тысяч солдат и офицеров. К памятнику медикам, спасавших раненых, вместе с мэром возложили цветы горожане. Это место теперь стартовая точка экскурсий, посвященных истории курорта в годы войны. Инициатором стал клуб «Эрудит» с участием городского музея истории и отделения военно-исторического общества. Сейчас в «Эрудите» свыше 100 сочинских экскурсоводов. Пройдем по Ривьерскому мосту, посмотрим на горные вершины и осознаем, что в августе 1942 года гитлеровцы вплотную подошли к нашему городу. И только подвиг солдат 20-й горно-стрелковой дивизии не пропустил фашистов на нашей улице. Вместе с главой Сочи депутатами на первую экскурсию отправилась и Валентина Карпенко. Ее мать в годы войны работала в госпитале, да и сама Валентина тогда еще дошкольница бывала там. И вот ее воспоминания. Люди разные, а глаза почему-то выражали одно и то же. Огромную тоску по своему родному. И в то же время, глядя на меня, я понимала, что они видели своего, каждый своего ребенка. Такое настоящее, такое, которое вот живет в сердце по сей день. Экскурсии будут проходить бесплатно три раза в неделю во всех районах Сочи по санаториям и объектам, где располагались госпитали. Посвящена акция юбилею победы, но может стать и постоянной. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.